Министерство обороны России публиковало кадры, на которых присутствует адмирал Виктор Соколов. Киев ранее объявил его погибшим. Многочисленные жертвы и пострадавшие при взрыве на автозаправочной станции в Нагорном Карабахе. Люди стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть регион. Лидеры ряда европейских стран присутствовали на государственных похоронах бывшего президента Италии Джорджу Наполитано. Министерство обороны России опубликовало кадры заседания коллегии, ведомства, на которых присутствует адмирал Виктор Соколов, командующий Черноморским флотом. Ранее Киев сообщал, что адмирал погиб в результате ракетного удара по штабу флота в Севастополе. Вместе с ним, по украинским данным, погибли еще 33 российских офицера, более 100 получили ранения. Теперь силы специальных операций Украины заявляют, что проверяют информацию. В России официально судьбу адмирала не комментируют. В Минобороны после ракетной атаки по штабу флота подтвердили гибель одного военнослужащего. В Кремле от комментариев отказались, переадресовав вопрос военным. Украинский генерал-статф reported that Ukrainian forces continue defensive operations in the Melitopol direction in western Запорожья region and defensive assaults in the Bahmut direction, inflicting losses on Russian manpower and equipment and depleting Russian forces along the entire front line. Ukrainian Eastern Group of Forces spokesperson Captain Ilya Yevlas stated that Ukrainian forces liberated additional 2 km of territory in the Bahmut direction. The Russian Ministry of Defense claimed that elements of the Russian southern grouping of forces repelled Ukrainian attacks near Mayorsky, about 20 km south of Bahmut. The UK Defense Ministry says over the last week Russian forces have made a concerted effort to conduct local counterattacks against advancing Ukrainian forces in both the Orichiv and the Bahmut sectors. In both areas Ukrainian forces have defeated the Russian attacks and maintained their hold on recently liberated territory. Comments posted by the military community suggest extreme disillusionment among those involved in these counterattacks, especially near Bahmut, with reports of ill-conceived advances, lack of artillery support and heavy casualties. Over the last nine months the Russian force in Ukraine has proved itself capable of conducting stalwart defensive operations. However, it continues to display only minimal capability of the offensive. Commanders struggle to orchestrate complex joint effects, to concentrate sufficient artillery, ammunition and to maintain high morale and offensive spirit. Не менее 20 человек погибли, около 300 получили ранения при взрыве на автозаправочной станции в пригороде столицы Нагорного Карабаха Степанакерт-Ханкенди. Десятки пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии. На АЗС было многолюдно. Там образовались очереди из желающих заправить свои автомобили перед тем, как покинуть регион. Тысячи армян решили оставить свои дома, опасаясь этнических чисток. Несмотря на заверения Азербайджана, после восстановления военного контроля над Нагорным Карабахом. К настоящему времени более 13 тысяч человек пересекли границу Армении из региона, в котором проживали в большинстве своём этнические армяне. Около 120 тысяч человек. Всё, вот только это привезли. Трёхэтажная квартира оставили. Там свиньи были, там кури были, всё было, всё-всё. Накануне в Яреване прошла очередная демонстрация с требованием отставки правительства во главе с Николом Пашиняном. Протестующие считают, что правительство страны должным образом не защищает и не поддерживает армянское население Нагорного Карабаха. Через день после начала военной операции Азербайджана в непризнанной республике и её руководство согласилось расформировать и полностью разоружить армию обороны Нагорного Карабаха. На севере Косово продолжаются поиски подозреваемых в убийстве полицейского в воскресенье. По данным властей, из группы нападавших четверо погибли. Их тела были найдены в монастыре Баньска, где они скрывались сразу после убийства. Идёт расследование. В понедельник в Приштине, в знак национального траура, по убитому были приспущены флаги. Шестеро других нападавших скрылись на территории Сербии. Как заявил министр внутренних дел Косово, они находятся на лечении в больнице Нови Пазара. В понедельник косовская полиция продемонстрировала оружие, боеприпасы и снаряжения, изъятые в ходе операции против военизированного формирования. Сообщается, что оружие было брошено боевиками при отступлении в монастыре Баньска и окрестностях. Правительство Косово также обнародовало видеозапись беспилотника, на которой запечатлена группа вооружённых людей в Сербском православном монастыре в воскресенье. Аналитики называют случившееся самым серьёзным противостоянием между сербским и албанским населением с момента провозглашения независимости Косово. Главная политическая партия косовских сербов сообщила, что по меньшей мере двое сербских нападавших были убиты после сдачи в плен, призвав силы НАТО и европейскую миссию ввести свои войска на север частично признанного Косово. Лидеры Франции, Германии и других европейских стран присутствовали на государственных похоронах бывшего президента Италии Джорджо Наполитано. Он скончался в пятницу на 99-м году жизни. Наполитано был главой государства с 2006 по 2015 годы, причём оказался первым в итальянской истории президентом, которого переизбрали на второй срок. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok for social development, progress and peace, both in Italy and the EU. EU and Italian flags were already flying at half-mast in Brussels yesterday. Given the fact that Giorgio Napolitano was a supporter of the EU, and despite recent divisions among EU member states over a number of issues, including migration, several EU leaders attended his funerals, including French President Emmanuel Macron and German President Steinmeier. Dior Dior Landi for Euronews in Rome. In Portugal, what we have more is the heat of this heat, and the heat of this heat. The heat of this heat is extreme, which is in the past. This heat of this heat is directly on our life, and also on another very important heat of this case, the heat of this private life. До вынесения приговора может пройти 18 месяцев. Группа заявителей не требует денежной компенсации. Активисты настаивают на изменении политики в области экологии. Группе молодых людей помогает глобальная сеть юридических действий. Это международная некоммерческая организация, которая борется с нарушениями прав человека. Победа в суде, надеются активисты, может заставить правительство радикально пересмотреть свою климатическую политику и значительно сократить выбросы, вызывающие потепление планеты. Капитана круизного теплохода «Викинг Сигюн» признали виновным в столкновении с пассажирским катером в Будапеште и приговорили к пяти годам тюрьмы. Трагедия произошла 29 мая 2019 года на Дунае под мостом Маргет. Пассажирский прогулочный катер затонул после того, как в него сзади врезался круизный лайнер под управлением гражданина Украины Юрия Чеплинского. Жертвами стали 25 туристов из Южной Кореи и два венгерских члена экипажа. Тело еще одного человека так и не было найдено. Семерых пассажиров удалось спасти, несмотря на то, что катер ушел под воду за считанные секунды. 68-летний капитан «Викинга» был признан виновным в халатности, приведший к массовой катастрофе со смертельным исходом. С момента трагедии Чеплинский находился под стражей, в том числе под домашним арестом в Венгрии с 2020 года. Часть уже от бытового им срока будет засчитана в его пятилетний приговор. В своем последнем слове он сказал, «Это останется со мной до конца жизни». Электросамокаты на улицах Праги и в сотни, а может быть тысячи. Точного числа не знает никто. Популярность этого вида транспорта резко возросла после пандемии ковида, когда в столицу Чехии вернулись туристы со всего мира. Впрочем, для них самокаты скорее развлечение, нежели средство передвижения. ДТП – не редкость. Только за август полиция зарегистрировала 13 тысяч правонарушений, связанных с использованием самокатов. Это вдвое больше, чем за весь прошлый год. Оштрафовано свыше 4 тысяч человек. Руководство исторического района Праги приняло решение о полном запрете электросамокатов. По этому вопросу продолжаются переговоры с мэром города, полицией и центральным правительством. Так что пока электросамокаты можно без проблем оставлять на тротуаре прямо перед мэрией. Оптимальнее бы было, если бы мэста имели правомоц сказать, что на своем земле реально хотят, а что не хотят. А может это сделать каким-то簡単ным, transparentным уконом. Современные технологии, похоже, снова опередили законодательство. Урегулировать ситуацию до следующего летнего сезона пытаются муниципальные власти и Министерство транспорта. Праги приняло решение, которое бы замызло и забрάνило не контролированному паркованию колобиже на силницах и хладицах главного мэста. Жизис Канцел, Евроньюз, Прага.